Аким Кустанай Марабж в Дубае в ходе аппаратного совещания поднял вопрос поступления в ситуационный центр Айкомек к предложению и просьб горожан по благоустройству дворовых площадок, обновлению остановочных павильонов и ликвидации стихийных свалок. Как отметила глава города, в настоящее время в списке по благоустройству 249 площадок. За пять лет 59 установленных ранее площадок уже пришли в непригодность. Аким предложил после истечения гарантии передавать площадки в собственность ОСИ или ПКСК. Подробности. Ситуационный центр Айкомек объединяет государственные органы, подрядные организации, коммунальные службы города в единую площадку для подачи обращений. Центр работает в круглосуточном режиме 24 на 7. На сегодняшний день операторами принимаются от 8 до 22 тысяч обращений в месяц. Каждое обращение заносится в систему и классифицируется согласно характеру вопроса. Центр охватывает более тысячи вопросов из 51 сферы жизнедеятельности города. В Айкомек с 1 января 2020 года поступило 298 139 обращений. В работе на сегодняшний день находится свыше 200. Штатная численность сотрудников составляет 26 человек. Смену работы до 9 операторов. На сегодняшний день используется 6 способов для подачи обращения. 90% всех обращений поступают в Айкомек посредством звонков на номер 109. Большое внимание оказывается работе в социальных сетях, а также разработано собственное мобильное приложение. Достаточно написать краткое описание проблемы и отправить фото или видео. В порядок приводят и остановки города. Конкурс на определение подрядчика состоялся в начале сентября. До 15 ноября обещают установить 100 остановочных павильонов. Помимо этого, после обращений граждан в ситуационный центр, те павильоны, что еще можно восстановить, приводят в надлежащий вид. Так, вторую жизнь дали остановочным павильонам на улице Кайрвекова, 247, Абая, 218 и Абая, 303. Обращаются горожане в ситуационный центр Айкомек с вопросами об архитектурном облике Костаная. Его портят несанкционированные свалки и бесхозные киоски. Специалисты после жалоб жителей города демонтировали их на улице Купол-Добатыра, 40 и Кубиева, 14. По бесхозным киоскам, вот жилищная инспекция, земельные отношения, вы работаете, продолжаете. Сегодня мораторию как такового нет. Соответственно, у вас руки развязаны, посмотрите. То есть бесхозные, которые стоят, их у нас в достаточном количестве по городу. Не только в центре, по всему городу надо смотреть, по районам и так далее. Понятно, да? И приводите остальные все в порядок. О чем мы с вами и говорили. Нужно будет, вот сейчас, смотрите, мы в микрорайоне Хунай разрешили пока поставить киоски, временные. Но чтобы они не остались постоянными. Договор правильно заключаете. Понятно, сейчас людям нужно где-то хлеб, молоко, воду покупать. Мы условия создаем. Но после того, как мы там землю отдали вроде по строительству магазинов, нужно обязательно аукционы провести. Вернее, хозяева должны определиться, построить магазины. После этого мы будем эти временные киоски демонтировать. Также жители города по номеру 109 просят привести в порядок детские игровые площадки по улице Юбилейная 36, Пушкина 135, Строительная 14, Толь Сыздых 144. В городе Кустаная более 470 дворов. Из них благоустроены чуть менее половины, отметил Аким города. На эти цели была направлена 1 миллиард 300 миллионов тенге. В настоящее время в списке по благоустройству 249 площадок. К примеру, на обновление или установку 39 площадок выделено порядка 239 миллионов тенге. У меня такая позиция, я думаю, знаете, как нужно сделать? Мы должны строить дворовые площадки во дворах и передавать там гарантии сколько? Год у вас или два? Год. Значит, после года гарантии или во время, ничего страшного, передавать их сразу собственникам. Собственники должны быть, я думаю, это должны быть ОСИ, соответственно, или ПКСК. Мы, они просят, мы для них делаем, значит, должен быть хозяин. Ремонтировать площадки, вот сейчас смотрите, мы уже должны, 57 пришли в негодность, я здесь по вашей информации, 57, если не ошибаюсь, 53 площадки пришли в негодность. Те, которые мы установили за все это время, с 17-го года, да, за 5 лет уже 53 в негодность пришли. Если будем возвращаться, возвращаться, мы никогда не завершим по городу. Мы просто темп остановим. А кроме этих площадок, вы сейчас сказали, больше половины в городе нету, не имеют площадки. Или они морально устарели. Много вопросов у жителей города к частным застройщикам. Как отметил Марат Жандубаев, в Кустанайе не должно быть хаотичных построек. Такие здания не только нарушают архитектурный облик, но и приносят неудобства гражданам. После подключения к коммуникациям застройщики и вовсе портят свежий асфальт или брусчатку. Специально для решения таких проблем был создан технический совет. В завершении Марат Жандубаев поручил выработать нормативы для частных застройщиков.